Всем привет! Я знаю, как вы любите видео об одежде, я тоже, честно говоря. И я вам просто обещаю, что сегодняшнее видео будет пропитано женственностью, элегантностью, нежностью. Не буду затягивать, давайте поскорее начнем. Недавно ко мне приехала огромнейшая посылка от бренда Selyra. Это дизайнерская одежда, и сегодня мы будем рассматривать именно ее. Я долго находилась в поисках идеальной, легкой, такой красиво струящейся юбки миди, чтобы носить ее именно летом, чтобы в ней не было жарко, и чтобы она подчеркивала фигуру, и каждый, даже повседневный такой городской образ делала более женственным. Я ее нашла, она представлена сразу в нескольких цветах. Я долго выбирала между розовой и вот этой в цвете хаки, и все-таки выбрала вот эту. И, кстати, при разном освещении она выглядит чуть более зеленой, иногда даже отдает золотинкой, то есть это очень-очень интересный оттенок. Ткань здесь настолько приятная и деликатная, что это даже не передать словами, это нужно ощутить на себе. Сзади она немножко удлиненная, что делает каждое сочетание вещей еще более интересным, особенным. И я собираюсь носить эту юбку и с плоским ходом, и с каблуком, и с джинсовой курткой, и с какой-то элегантной блузкой для того, чтобы сделать наряд таким более вечерним. Если добавить какие-то массивные серьги, то тоже интересно будет смотреться. И такую юбку грех испортить. Она действительно нежная, то есть сама ткань. Я это сделала. Представляете, я умудрилась сесть на небольшой кошелечек, на котором была липучка, и поставила затяжки. Но я настолько довольна этой вещью, что я уже заказала себе еще одну такую же, потому что ничего лучшее я не встречала. Роскошнейшее платье алого цвета. Это не просто какой-то классический красный оттенок. Нет, он живой, он насыщенный. И когда мы опять же снимали, была такая забавная ситуация. Мы переходили через дорогу, и какой-то мужик из машины начал кричать, какое красивое платье. Это было неожиданно и очень приятно. Это платье будет собирать для вас комплименты. Оно идеально сшито. Я ничего не могу сказать. Здесь использовали так много ткани. Именно поэтому при ходьбе оно красиво переливается. Здесь двойная юбка. Но под такие вещи я бы советовала надевать бежевое белье, чтобы оно не просвечивалось. То есть, чтобы не было контраста. Спереди есть бант. Также есть пояс. Но мне показалось, что в моем случае одного банта будет достаточно. Я надела с этим платьем скромные босоножки и вот такие жемчужные заколки. Это один из самых популярных фасонов платьев у бренда. Именно поэтому из сезона в сезон они повторяют его в разных расцветках. Оно подойдет очень многим девушкам. У него классная длина миди, которая сейчас актуальна. Это раз. А во-вторых, я считаю, что она вне времени. Потому что я могу себя представить в этом платье даже через 10 лет. То есть, это такая инвестиция в гардероб. И опять же, все детали. Все просто чудесно. Это еще одна очередная очень удачная обновка от Esselera. Вот абсолютно честно, всю прошлую зиму и осень я отходила в костюмах от Esselera. У меня есть хлопковый синий, 3 шерстяных, молочный, красный и серый. Все их я стирала в стиральной машинке. Они трикотажные, они тепленькие. И сейчас у меня появилась новинка в таком цвете. Это тройка. Такого у меня еще не было. То есть, у меня были обычные костюмчики. А это кардиган, майка и брюки. Цвет обалденный. Брючки я подрежу. Нужно найти швию, которая справится с этой тканью, чтобы они мне ее не испортили. А то иногда тут такое случается. Было бы очень обидно. Вязка очень ровная. Все эти вещи можно носить по отдельности. Эти вещи всегда спасают меня в повседневной жизни, во всяких поездках. Когда мне хочется выглядеть опрятно, стильно, аккуратно и чувствовать себя при этом комфортно. Потому что такие трикотажные костюмчики еще и очень-очень удобные. Кстати, они очень здорово будут смотреться не только со спортивной обувью, но и с чем-то более элегантным, классическим на плоском ходу. Дальше платье, которое мне по-особенному полюбилось. Когда мы снимали примерку, я видела, что люди прямо оборачивались вслед. Оно привлекает взгляды. Оно ассоциируется со всем чистым, светлым, настоящим. Оно запоминающееся. И дело не в цвете, а в фасоне. Вот знаете, покупая вещи в H&M, в Zara, это приблизительно то же самое. И также велика вероятность, что когда вы приходите на какое-то торжество, кто-то также будет или в похожем, или в таком же платье. Это платье уникально. Оно по-настоящему нарядное. Оно самодостаточное, но не требует дополнительных аксессуаров. В принципе, вы можете надеть его самыми скромными лодочками, что я, собственно говоря, и сделала в примерке. И вы уже готовы на выход. Я очень хотела бы надеть его на одну из свадеб. Их у нас в этом году будет целых две. Я пока что не решила на какую. И если невеста не будет против, что я также буду в белом, то я думаю, что я выберу его обязательно. Мне нравится, как оно выполнено. Все ровно отшито. И на нем маленькие, качественные, скромные пуговки. Иногда такие детали могут испортить даже самое классное изделие. Здесь полная гармония. И длина у него идеальна для моего роста. У меня метр шестьдесят два. И у меня фигура типа груша. Оно скрывает все недостатки, подчеркивает достоинства. А это то, чего я ожидаю от каждой вещи. У меня сегодня настолько умиротворенное настроение. Мне не хочется никуда торопиться. Мне хочется спокойно с вами побеседовать, посмаковать каждую деталь. И теперь давайте обсудим комбинезон. Комбинезон универсальная моя любимая вещь. Я знаю, что в каждом видео, ну практически, у меня есть комбинезоны. Но на этот я вам очень советую обратить внимание. Потому что вы сможете надеть его на день рождения, на Кристины, на свадьбу, в офис, на каждый день. Все будет зависеть от того, какую обувь вы выберете и какие подберете аксессуары. Этот комбинезон смотрится очень элегантно. Он и не в облипку, и не слишком широкий. Он, как по мне, сидит идеально. Только вот на мой рост мне придется его немножко подшить. Но если вы стройная девушка в размере S, повыше меня, то вы также без проблем сможете его купить. Мне нравится ткань, в ней не жарко, она не просвечивается. И еще один такой приятный моментик, помимо того, что он просто идеально сел, это то, что ткань не особо мнется. То есть, если вы где-то присядете, то все будет нормально. Конечно, если вы начнете мять ткань, то останутся заломы. Но при такой обычной носке ткань ведет себя замечательно. Мне нравится то, что здесь короткий рукав, в нем не жарко. И вообще, сам фасон этого комбинезона обалденно вытягивает силуэт. Я в восторге. Я была очень рада увидеть, что у бренда S, L, R, расширяется их линейка базовых вещей. Я заказала себе несколько. И начну с футболки. Я много раз жаловалась на то, что сейчас в масс-маркете, даже в более дорогих брендах, очень сложно найти просто футболку, которая будет сидеть нормально, и не в облипку, и не будет мешком коротким, и которая не превратится в тряпку. Это футболка. Ну вот, сами посмотрите, как она выполнена. Сразу невооруженным взглядом видно, что ткань здесь плотная, но это хлопок. В нем не будет жарко, она немножко тянется, послужит нам действительно не один месяц, и даже год, я не побоюсь этого сказать. И вот сзади такая деталь, мелочь, а приятно. И я подозреваю, что она здесь не просто так. Я очень люблю футболки своеобразным вырезом, они так красиво удлиняют шею, но найти такие нормальные масс-маркеты просто невозможно. Поэтому я очень-очень рада, что теперь у меня есть моя классная базовая футболка, которая останется со мной надолго. Базовая незаменимая в любое время года вещь – это хлопковая рубашка актуального кроя. То есть мне сейчас не нравятся рубашки, которые сидят прямо точно по фигуре, приталенные. Мне нравится что-то посвободнее. Эта вещь помогает мне больше экспериментировать с нарядами. Я ношу ее на голое тело, вот так как сейчас. Я могу надеть ее на прогулку с ребенком, на работу, за продуктами и даже на пляж. Ткань приятная, она не слишком тонкая, но мне не жарко, потому что это натуральный материал. И оттенок очень освежающий, такой нежный. Вы знаете, я бы даже купила себе такую же белую. Нужно посмотреть на сайте, а вы присматривайте вещь для себя, потому что в конце видео у нас для вас будет конкурс. Это хорошая, опять же, еще раз повторюсь, качественная вещь, которую вы покупаете не на один сезон. Она и не слишком длинная, потому что когда я начинаю заправлять длинные вещи в юбку, в брюки, в джинсы, я сразу становлюсь полнее в области талии, бедер. Мне это не надо, но я не люблю, когда вещи такие слегка подстреленные. У нее вот прям идеальная длина. Рукава я сейчас подкатала, но на мой рост она мне подошла идеально. У меня зависимость от жакетов, я больше не оправдываюсь. Очередную мою коллекцию от SLIRA. Он интересный. Во-первых, он удлиненный, но самое прикольное в нем то, что SLIRA сочетают две ткани, обе в клетку, но она разная. Так специально задумано. Это смотрится очень свежо, так интересно, по-новому. И также здесь есть вот такие лампасы. Мне нравится расцветка, потому что сюда подойдет практически любой оттенок обуви, аксессуаров. Можно играться. Просто скажу честно, что когда мы поснимали примерку, сразу после того, как я пересмотрела материал, я готова сжечь свои красные то ли балетки, то и недобалетки, и недошлепанцы. Я увидела их на ком-то на фотографии и подумала, что мне тоже такие нужны. Когда я посмотрела на себя в них на видео, я поняла, что, господи, как такое можно носить? Поэтому давайте сделаем вид, что этого не было. Это никогда со мной не приключилось, и все об этом забудем. Я прекрасно знаю, что они уродуют мою фигуру. Я с вами и так согласна. Но возвращаясь к жакету, еще скажу, что он не мнется. Здесь приятнейшая подкладка. Он не палит. Многие девочки спрашивали, откуда у меня этот жакет. Теперь вы знаете. Также здесь есть пуговки, все застегивается. Но я чаще всего ношу жакеты в расстегнутом виде. Набрасываю их, когда мне немножко прохладно. У меня практически всегда в машине лежит жакет на тот случай, когда чуточку похолодает. У нас часто светит солнце, потом буря. Так что это мой must-have. Не только на весну и лето. В принципе, жакеты я ношу в любое время года, потому что это база моего гардероба. А вот это уникальный экземпляр. И вы можете быть уверены в том, что, похоже, вам нигде не повстречается. И последнее платье в этом видео. У него такой же фасон, как у красного, но абсолютно другая ткань. Расцветка. Вы так видите, другая подкладка. Но сидит оно также хорошо. Я в примерке недовольна обувью. Я хотела вам показать, что такое платье не требует от вас парадно-выходной обуви. И оно также может гармонично, очень женственно смотреться на улицах города. Выбирайте обувь на плоском ходу. Это могут быть самые обычные сандалии или даже шлепанцы. Я не завязывала бант. Я не использовала пояс. Мне кажется, что у меня получился такой более расслабленный, но все-таки утонченный образ. И это платье заставляет меня чувствовать себя такой девочкой-девочкой. Прямо парить по улицам города. Я соскучилась по таким женственным вещам. И, конечно же, я обязательно буду носить его летом. Длина миди, еще раз скажу. Я очень люблю и юбки, и платья такой длины, потому что они уместны всегда и везде. И мне кажется, что они подходят всем. Просто нужно найти свой фасон, свою модель и платья, и юбки. Теперь также говорю о конкурсе. Обязательно загляните на официальный сайт SLIRA. Выберите понравившуюся вам вещь, которую вы хотели бы получить в подарок. И носить с таким же удовольствием, как я. Все условия участия в конкурсе я еще раз напишу в инфобоксе. Также будет действовать персональная скидка, которая дает вам небольшой бонус при покупке. Ее я укажу в самой верхней строке в инфобоксе. Удачного вам шопинга. Спасибо вам за внимание. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Не забудьте поддержать меня пальчиком вверх за старания, за съемку, за то, что я делюсь с вами своим мнением. Мне будет очень-очень приятно. На этом мы с вами прощаемся. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok